Друзья, всем привет! Сегодня на дворе у нас 80-90-е годы. Сделаю небольшой ретро-обзорчик на такой советский фонарик Жук. Будет также небольшой ремонт, дам ему вторую жизнь. Но сначала немножко интересной инфы и что зачем и почему. Погнали! Значит, ребят, история такая. Понадобились как-то запчасти для моих самоделок именно от такого фонарика. Ну, недолго думая, заказал, купил такой уже современный китайский Жук. Но, как говорится, мое счастье, длилось недолго. Он сломался, так и не начав толком работать. Поэтому пришлось искать ему замену. Ношел на барахолке такой советский Жук. Кстати, забегая наперед, скажу, что состояние у него просто идеальное. Но он не работает, есть какая-то поломка. Вот сейчас выясним, что же с ним не так. Ну и теперь буквально пару слов про сам фонарик. Первые модели вышли еще в далеком 1957 году. Выпускал их Арзаманский прибороставительный завод. Был у них, конечно, немножко другой вид. Но принцип работы тот же самый. И уже позднее стал их выпускать Краснодарский ЗИП. Завод измерительных приборов. О чем, кстати, гордо говорит вот этот вот штамп на корпусе. Стоит такой фонарик в свое время 3 рубля 40 копеек. Я подсмотрел в интернете. Скорее всего, этот получается родом где-то из 80-х или 90-х. Кстати, если среди зрителей есть мои земляки, там и в той теме, можете уточнить в комментариях. Буду только благодарен. А этот получается еще такого редкого цвета. Обычно помню, что они были такие коричневого, какого-то шоколадного цвета. А этот оранжевый прямо вот удивил. Так, ребята, ладно, хватит болтать. Начинаю потихоньку его ремонтировать. Так, что здесь, ребятки, видим? Ну так, на первый взгляд, вроде бы все целое. Болты вкручиваются, они в какие-то пластиковые непонятные втулки, а прямо металлические с резьбой. Это хорошо, это значит, будет надежно. Вот, кстати, обратите внимание, вот эти вот, да, водочные диски, они здесь играют роль, я так понимаю, как вроде небольших подшипников. То есть, валы упираются в них, чтобы они не терли по корпусу. Ну и как вроде небольшая какая-то влагозащита, может быть. Вот эти вот места, как раз получается для них. Они сухие. Значит, я сейчас их слегка смажу, и потом перейдем на другую сторону. Да, ребят, так и есть. Сейчас немножко так посмотрел получше. Выяснил, что вот эти вот водочные упоры, они здесь играют роль таких больше, как сальников-подшипников. Ну, больше как сальники, наверное, работают. То есть, прокрывают валы. Поэтому должны быть смазаны. Смазал их такой густой, не текущей смазкой. Выдерживает она примерно, ну там, до 100 небольших градусов. Поэтому думаю, что здесь ее будет как раз хватать. Дальше. На что еще обратить внимание? По зубчикам на ручке, потом шестеренка, вот здесь ее, видно ее часть. По вот этому фиксатору, по его состоянию, и по вот этому переключателю, ну, рассеивателю, грубо говоря, скажем так. Видно, что фонарик по состоянию, по крайней мере, по внутреннему, ну, реально новый. Износа нет. Поэтому сразу смазал здесь шестерни, все зубчики здесь, фиксатор и здесь. Все. Перехожу на другую сторону. А ну-ка посмотрим, что у нас с этой стороны. Здесь все то же самое. Вот они эти сальники водочные. Да, тоже высохли. Кстати, интересно, остались следы еще от заводской смазки. Корпус примыкает. Так, да, ребята, подтвердилось хорошее состояние механизма. Вот она, та шестеренка. Здесь ее видно получше. Состояние просто идеальное, новое. Зубчики целые. Здесь на ручке хорошо тоже видно. И там еще есть внутренняя шестерня, главное маленькая. Ее так не увидишь. Тоже в хорошем состоянии. Все. Сейчас я все это дело перемазываю и ищу неисправность дальше. Все. в общем друзья все перебрал перемазал прозвонил генератор работает и как думаете выяснилось в чем причина просто смешно кто-то криво крутил лампочку здесь получается пластиковый патрон не знаю почему вот она пошла не по резьбе разбила ее и не дошла просто до контактов вот и все сейчас он здесь все почистил контактики подмазал ставим ее обратно протираю стеклышко и ставим последнюю защелку все проверяем так что я скажу по поводу это фонарика так как он оказался полностью рабочие в хорошем состоянии и по механизму по корпусу честно говоря не поднялась рука дербанить его на запчасти тем более что их уже нашел поэтому поставлю его на продажу на барахолку пускай найдет своего нового хозяина человека кому он реально будет нужен интересен не просто как запчасти а в целом как фонарик но мне было интересно поддержать эту советскую технику руках поковыряться посмотреть как она сделана как работает тоже какой-то небольшой опыт вот такой друзья сегодня ретро обзорчик с небольшим ремонтом если видео понравилось палец вверх подписывайтесь на канал потому что будет еще много таких интересных роликов но на сегодня мне все всем пока пока